Специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии провели регулярный забор воды на территориях четырех разрешенных пляжей города. Исследования показали, что акватории двух зон отдыха безопасными для купания уже не являются. Теперь там введены ограничения для посещения детей. С наступлением летнего сезона и установлением теплой погоды специалисты санэпидслужбы еженедельно проводят заборы воды на разрешенных зонах отдыха Гродно. Исходя из микробиологических показателей, определяется пригодность акватории для купания. И если гигиенический норматив превышает установленное значение на 100 единиц в сантиметре кубическом, выносится ограничение для купания только детей. А вот если специалисты выявляют, что микробиологический показатель превышен на 500 единиц, тогда ими выносится запрет на посещение акватории для всех без исключения, а также не разрешается занятие водными видами спорта. Именно такие, серьезно превышающие норму показатели, были выявлены в образце воды из озера Юбилейного несколько недель назад. Напомним, на посещение этой акватории запрет введен со 2 июля и продолжается по сей день. С 13 июля специалистами были введены ограничения на посещение еще двух водоемов. По результатам лабораторных исследований, качество воды, открытых водоемов в местах купания в лесопарковой территории Рочища Лососна в городе Гродно и базы отдыха Привал, вода не соответствует гигиеническим нормативам. И специалистами центра в адрес руководителей субъектов хозяйствования, введение которых находится данная зона отдыха, направлено предписание о принятии мер по ограничению купания детей с 13 июля текущего года. Пока горожанам можно посещать центральный пляж, оборудованную зону в урочище Пышки, а также три места отдыха в Гродненском районе. Это пруды у деревни Суховляны, у агрогородка Луцковляны и озера Кань в агрогородке Озеры. Напомним, специалисты лишь выносят предписания и сообщают о плохом качестве воды в акваториях, привлечь к административной ответственности нарушителей, которые все же решаются искупаться на запрещенных пляжных зонах, не в их полномочиях. Но решаясь на такой шаг, горожане должны помнить, что речь идет в первую очередь о собственном здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok